Всем привет, добро пожаловать на мой канал снова. Давно не виделись, меня зовут Юля и надеюсь, вы очень рады тому, о чем наше видео сегодняшнее будет, потому что мы сегодня будем с вами тестировать новинки косметики Эльф. Идеей снять это видео для меня стала, когда я увидела, что на ютюбе вовсю просто каждый ютюбер делал обзоры на их новые бальзамы для губ, right or die, или что в переводе означает типа, едь или умри. Вот, ну в общем, может это игра слов, конечно, но оно очень интересное для бюджетного бренда. Я зашла на их сайт и поняла, что у них еще много разных новинок вышло, я такая, окей, Эльф, держись, я приготовила свою карточку уже. Дальше я была очень удивлена увидеть вот такие двушки от Эльф, они стоят всего лишь по 3 доллара каждая, невероятно дешево, и говорят, что качество просто бомбическое. Все эти двушки вышли в совершенно разных оттенках, от самых светлых до самых темных, целых 8 разных оттенков, из которых можно выбрать свой подходящий. Дальше Эльф вышел с новыми мистами для лица, и первый такой желтенький мист, который действительно подходит под мой топ сегодня, способен дать энергию вашей коже, и он с цитрусовыми. Второй мист, он с розой, и призван восстанавливать вашу кожу, кто любит розу, наверное, это тот момент, когда вы скажете, о, я хочу такой же мист, пойду на сайт Эльф и куплю его. Тени, нельзя обойтись было без этого, в каждой из них по 4 оттенка я взяла, постаралась взять что-то более холодное, взяла оттенки Berry Bad и также Rose Water. И первое, с чего мы начнем, будут бальзамы для губ, Right or Die Palm, я взяла все 3 цветных оттенка, потому что четвертый оттенок, с которым они вышли, он бесцветный. Эти бальзамы содержат в себе масло жожуба и также веганский коллаген, и использование его сделает ваши губы максимально увлажненными и пухлыми. Первый бальзам, который мы попробуем сегодня, называется Just Peachy, это персиковый цвет с ароматом персика. Вау, он реально пахнет как персик, очень приятный аромат. И вот так он выглядит по консистенции, очень прям такой, знаете, жирненький, тянучий по консистенции, и да, он очень вкусно пахнет. Такой типичный эльфовский аромат, который можно было встретить в их Retro Paradise Collection. Он приятно ощущается на губах, 100%, немножко совершенно липкий, то есть нанося его на губы, вы определенно будете ощущать, что у вас есть что-то на губах, а именно этот бальзам. То есть я бы не пошла с этим бальзамом, допустим, спать, потому что 100% это все у вас будет на подушке, прикрепятся ваши волосы, и это будет не очень круто. Дальше я хочу попробовать вот такой бальзам Boss Berry. Вот так он выглядит, очень красивый цвет, такой яркий, летний, прям ух! Он пахнет прям конфетным ароматом. Я ощущаю немножко персика здесь, но больше ягодный аромат все-таки в этом бальзаме. Смотрите, какой он тянучий, просто оп! Мне нравится, что в этом бальзаме гораздо больше имеется вот этого вот цвета. Это не слишком супер ненастоящий розовый, он красиво смотрится. Это не тот бальзам, который вы не будете чувствовать на губах никак. Такого просто не может быть, потому что у него такая текстура. Наш последний бальзам, который у нас под названием Tough Cookie, что-то вроде твердой печеньки, название цвета такое у него. Если честно, насчет этого цвета я была наиболее в восхищении, потому что, ну, кто не любит такой хороший нюдовый бальзам? Потому что не только вы получаете цвет хороший, но и также вы получаете увлажнение для губ, что не может не радовать. Я не чувствую никакого запаха вообще, что очень странно довольно-таки. Сейчас все мои руки, они такие как липкие после использования бальзама этого, естественно. Цвет, он почти еле заметен, то есть он не такой активный, как наши предыдущие оттенки были. Немножко я чувствую аромат вот этих вот печенек, так сказать, но не так активно, как в прошлых бальзамах наших. В общем, такой естественный дневной бальзам. Следующее, что мы будем пробовать, это вот такие вот мисты для лица. У меня их два. Один из них для того, чтобы дать больше энергии нашей коже лица. Он с цитрусовыми, понятное дело, даже по цвету. И второй мист он ресторинг или восстанавливающий с розой. Вообще, помимо этих двух мистов, у эльфа вышло четыре других, с другими маслами в составе. Такие как балансирующий мист с экстрактом зеленого чая, успокаивающий мист с маслом лаванды и экстрактом золотой ромашки. И последний это Loving Mist или мист, который полон любви. Он уже с маслом Иланг-Иланга и с маслом цветочной Кананги Одораты. Мы сегодня будем использовать два миста, чтобы посмотреть, как они работают все. Первый бодрящий спрей с экстрактом белого чая и маслом белого цитруса, чтобы поднять ваше настроение и ум. Начнем. Вообще, он очень приятный, кстати говоря, по ощущениям. Что очень радует, что здесь не очень большая прыскалка, то есть вы не получаете просто прысков этого миста на ваше лицо. Очень мелкий выброс. Большое спасибо Эльфу за это. Ну, мне понравилось, как он вообще ощущается на коже и как пахнет. Не какой-то, знаете, такой слишком сильный аромат цитрусовых. Нам бы это не понравилось. И наш второй мист, который у нас с экстрактом ромашки, наполнен ароматом алоэ вера, розовой водой и розовым маслом, чтобы помочь расслабиться. О, вау. Вы знаете, это такой аромат розы, который действительно не overpowering. Если вы фанаты розы, если вы любите, допустим, даже розовый тонер, то этот мист вам должен действительно понравиться, потому что он очень приятный. Ребят, мне кажется, что моя кожа реально стала лучше гораздо выглядеть. То есть она как будто бы светится изнутри. Дальше я хочу нанести тональный крем также от Эльф, чтобы у нас как-то уже лицо было более или менее подготовлено к нашим теням, к нашим румянам. В общем, крем, который я наношу, он является их, может быть, даже бестселлером. У меня он на оттенке 2.1.0 натуральный. Чтобы вы понимали, он стоит доллара 3-4. И за эти деньги ты просто сначала не веришь, что может быть такая цена у тона, который хорошо работает. Кстати говоря, я использовала как праймер только наши сегодняшние спреи. Просто потому что... Почему нет? У меня на лбу не было тона, я только сейчас положила эту первую часть тона. И посмотрите, насколько оттенок действительно подходит моей коже. Это просто невероятно. Бывает даже ты покупаешь тон, дорогой тон. И вроде как ты мэчишь себя с сифоровским приложением, да, тон должен подходить, и он не подходит. Может, потому что это все-таки бюджетный бренд, а бюджетные бренды, они больше как к народу. Может быть, я правильно думаю? Ну что, мы закончили с нашим макияжем лица. Теперь пришло время попробовать этих двух малышек от Эльф. Первая палетка Берри Бэтт в более красноватых оттенках сводчится именно вот так. Вы видите, как красиво смотрятся цвета, действительно. То есть они, конечно, красноватые, у них есть красноватый подтон этот, но все равно это смотрится красиво. Особенно, конечно же, шиммеры. Здесь целых две штуки, два матовых, два шиммера. Богатые тени, очень насыщенные. Наша вторая палетка, которая называется Rose Water, здесь невероятно красивый спаркл, который самый первый. Он очень классно сводчится. Второй же оттенок уже более такой дымчатый розовый, пыльно-розовый оттенок, скорее. Он сводчится не так хорошо, как он выглядит в палетке, потому что он немножко суховатый. Эти два оттенка перламутровые, они действительно чем-то похожи. У них есть похожий подтон, но последний наиболее темный оттенок в этой палетке, он хоть и не выглядит черным, однако, когда вы сводчите его, вы понимаете, что он черненький, но не такой грубый черный, как, допустим, бывает в некоторых палетках, за счет того, что здесь имеется перламутр в составе этого цвета. Ну что, ребят, давайте теперь сделаем наш туториал с использованием палеток. Я, скорее всего, буду использовать именно эту палетку, которая называется Rose Water. На моих глазах уже есть праймер от NYX, я немножко совсем не слаиваю, чтобы тени ложились просто безупречно. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода Вот такой у нас получился легкий макияж со использованием этой палетки. Здесь достаточно хороший черный, он не слишком капризный, в принципе, было легко работать, легко его растушевывать было, он не залипает, что не может не радовать. Здесь невероятно хорошие металлики, они пигментированные, они блестящие, и вообще хорошо показывают себя очень в работе, мне понравилось. И теперь я хочу заняться оформлением кожи под глазами, потому что хоть эти металлики хорошие, они все равно сыпучи, некоторые из них, особенно черненький, по-моему, был сыпучим. Я взяла консилер от E.L.F., который называется у нас Hydrating Camo Concealer, сатиновый финиш. Этот консилер, он невероятно популярен у американских тюберов, потому что он действительно пигментирован, и он похож очень на Tarte Shape Tape, это как дюб, он действительно очень желтый на мне. Я просто сегодня хотела использовать по максимуму все от E.L.F. Знаете, такой прикол, все лицо продуктами от E.L.F., печатная косметика. В принципе, когда он тушуется, он не выглядит никаким желтым или каким-то неестественным цветом, он сливается очень хорошо с вашим цветом кожи. Я сейчас просто пройдусь тушью от Urban Decay, просто чтобы немножко сделать все, это гораздо более выразительно. У нас начинается уже шторм, это прямо уже, наверное, третий шторм за эти три дня прошедшие, поэтому пока свет не ушел никуда, я хочу показать вам конечный наш образ, который получился. Окей, так-то лучше, да? А, давайте теперь попробуем нашу румяну, наконец-то, наконец-то, потому что я очень была восхищением попробовать вот эти бушечки. Итак, у нас имеется два оттенка. Оттенок Arbuse, он очень такой персиковый по своей цветовой гамме. И у нас имеется румяна в оттенке Granate, более такой, как мне кажется, холодный розовый, даже коралловый холодный оттенок. Мы начнем с этого оттенка, который у нас Watermelon или Arbuse. Такой красивый, освежающий коралловый оттенок, прикольно, очень интересно смотрится. И на эту щеку я хочу добавить оттенок из нашей палетки гранатовой. Вау, он гораздо более активный. Если честно, я даже не знаю, какой оттенок мне нравится больше из двух палеток. Они определенно смотрят гораздо-гораздо более активными, чем вот в этой палеточке. Я как-то не очень большая фанатка таких, знаете, ух, очень активных румян. Как-то не с этим макияжем определенно. Немножко уменьшим активность этих румян все-таки. И теперь самое интересное, это мы будем использовать невероятно красивый хайлайтер. Красивый, золотистый, даже, наверное, цвет шампанского хайлайтер этот. Давайте уже его попробуем. Не сказать, что он какой-то такой мокрый. Нет, он обычно сухой хайлайтер. Мило. Если вы любите такие вот золотистые активные хайлайтеры, то, конечно, естественно, вы полюбите этот оттенок, который у нас имеется в арбузной палетке. Если честно, мне нравится, как хайлайтер этот показывает себя. Конечно, если вы переборщитесь с ним, то, естественно, это все будет смотреться очень дешево, не так эстетично. И напоследок я хочу сбрызнуть лицо вот этим мистом, который дает энергию коже якобы. Надеюсь, он немножко меня взбодрит еще. По удовольствию какой-то, когда вы используете эти спреи. Ну и самый последний. Я буду использовать этот бальзам, который у нас персиковый. Цвет персика, аромат тоже персик, потому что коричневый прошлый. Он почти не имеет в себе оттенка такого прям, чтобы его было видно, а этот имеет. Ну что, ребята, такой на сегодня был обзор на новинки от Эльфа. Если честно, мне понравилось почти все. Мне показалось, однако, что эти блески, они слишком такие, знаете, вязкие. Есть огромное количество разных брендов, которые предлагают вам вообще даже ни разу не липкие бальзамы. Мне понравился концепт, мне понравилась невероятная упаковка. Она очень милая, очень современная. В то же время есть какая-то в этом эстетика. В общем, я не знаю, я буду использовать их, скорее всего, когда вот действительно я там делаю какие-то обзоры, когда я очень занимаюсь по дому, но в кровати с этими блесками точно не пойду. И да, если вы даже придете на ужин, будьте готовы, что эти блески будут везде у вас оставлять следы на посуде. Мне очень понравились эти мисты. Они действительно, знаете, какие-то такие волшебные в плане того, как будто бы вы ухаживаете за собой, как будто бы это ваша часть ритуала, да, дневного или вечернего, неважно. Они действительно очень мягкие в плане распыления, и это невероятно круто. 5 долларов за такой мист – это действительно очень хорошее предложение, учитывая, что здесь невероятно натуральные ингредиенты и ничего нет химического. Поэтому эта новиночка, она, мне кажется, должна быть у каждого, кто любит бюджетную косметику. О, кстати, я только сейчас прочитала, что они сделаны в Китае. Они сделаны в Китае, а дизайн был разработан в США. Интересно. Насчет этих малышек теней мне они понравились. Я считаю, что за эту цену 3 доллара – это очень даже хорошее предложение, опять же. Они сделаны в Китае, наверное, поэтому, я так понимаю, они невероятно дешевые и доступные. Меня привлекла больше всего, конечно, вот эта цветовая гамма с более холодным розовым в палетке. И она действительно работает, она делает свое дело, она отлично растушевывается. И, конечно, сейчас мой макияж выглядит так, как если бы я шла на работу или занималась бы домом, я бы вряд ли наклеивала реснички. Лайнер свой использовала просто. Это такой вот легкий вариант использования этих палеток. Другая же палетка, теплая более, она мне понравилась. Скорее, я буду использовать ее для каких-то более, не знаю, повседневных макияжей. Я не знаю, почему я купила ее, она же такая теплая. В общем, будем использовать, будем пробовать и посмотрим, как это все работает. Потому что сейчас, мне кажется, пришло такое время, когда люди начали больше интересоваться именно такими холодными палетками. Что-то вот, знаете, такое случился переворот в мире бьюти. И следующий наш последний товар из коллекции Эльф. Это вот такие румяшки. Почему-то мне понравилась больше вот эта палетка, более светлая, которая называется Арбуз. Очень повседневный, очень натуральный, нейтральный оттенок. То, что нужно на дневное ношение. Что очень классно. Здесь у нас имеется хайлайтер также в наборе. Если честно, когда я увидела первый раз эту палетку, я даже не подумала, что это хайлайтер. Потому что он не выглядит как типичный хайлайтер с таким большим количеством блест, как, например, вот этот хайлайтер. Вот он выглядит блестяще, согласитесь. Так что, да, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Я очень ценю, что столько много людей начинают узнавать о моем канале. Приятно действительно, что я нахожу отклик в ваших сердцах. В том, что вы видите мои обзоры через призму вашего интереса. Это невероятно классно. И мне будет очень интересно узнать, что вы думаете о таких дешевых и доступных брендах, как Эльф. И их трехдолларовых палетках. Потому что, мне кажется, это видео стоит дискуссии. И да, ребят, я с вами не прощаюсь. Скоро увидимся. Ваша Юля. Всех обнимаю. Всех целую. Всем пока.